Братья-месяцы В этот день христиане чтят память преподобного Вукола Смирнского, епископа, жил в Малой Азии, современной Турции, первый век. На Вукола, как и накануне, особое внимание уделяли коровам, заботились о том, чтобы они благополучно отелились. Вот почему этого святого в народе называют телятником, потому что на этот период приходится отел коров. И интересно то, что и коров, которые телились в феврале, и телят, прозвали жуколы. Вот и еще одно название этого дня. Крестьяне так и говорили, придут в Вуколы, перетелятся все жуколы. Стельным коровам в этот день давали много корма, причем лучшего. Во многих областях России было принято хлев, отелившуюся корову или объегнившуюся овцу окуривать чабрецом, чтобы молоко не было кислым, а детеныши росли здоровыми. Чабрец, или как еще его называли «богородская трава», считался прекрасным оберегом, который может отпугнуть любую болезнь, да и о целебных его качествах многим хорошо известно. Недаром его еще называли «продли жизнь». Домочадцы очень радовались, если на свет появлялась двойня одношерстных телят. Такой приплод считался счастливым, служа для крестьянской семьи символом достатка и благополучия. А вот рождение разношерстной двойни расценивалось как дурное предзнаменование. По поводу отела коров существовало много суеверий. Вот одно из них. Для того, чтобы стельная корова разродилась телкой, а не бычком, хозяйка должна была подъехать к ней на последнюю дойку верхом на сковороднике или ухвате, а подойник обязательно на земле пристроить, придерживая его коленями, так как ставить его на стул, скамеечку или деревянную плашку в это время категорически запрещалось. От этого, говорят, у коровы молоко в имени пересыхало. Хотя подобное несчастье крайне редко случалось, ведь о рогатых своих кормилицах в деревнях принято было как о членах семьи заботиться. С появлением телят был также связан обряд моления молока, чтобы его и телятам, и ребятам хватало. По истечении 12 удоев после отела, когда молоко становилось годным к употреблению, хозяйки на нем готовили специальное варево. Для этого в небольшом глиняном горшочке старшая женщина в доме варила некрутую кашу, затем помещала его в чашу с овсом, обкладывая душистым сеном. После этого хозяйка трижды приподнимала чашу высоко над головой, каждый раз приговаривая «на сто бычков, на тысячу телушек». Потом, обрядовая сено и овес, вскармливали корове. Приволоку, пенку снятую из каши, отдавали теленку, а кашей сами угощались, соскучившись по молоку, которое давненько не пробовали, оберегая своих стельных коров от беспокойства. Но теперь, слава богу, волнение позади, а молока каждый день будет все больше прибывать. Так что не сегодня-завтра и густая сметана на столе появится, и творог, и масло сливочное, и свежеприготовленным назреватым сыром можно будет семью побаловать. А еще навоколо знахари раздавали хозяйкам куски подсоленного хлеба, заговоренные на легкий отел коров. Тот, кто знал этот заговор, всегда был уверен в том, что его корова легко отелится, и теленок никогда не погибнет. За коровками да телятками приглядывали, а из-за погоды наблюдали и примечали. Морозы навоколо обещают бурную весну, сухое и жаркое лето. И чем холоднее в этот день, тем теплее в марте. И еще навоколо было принято задабривать домового, который не только за домом присматривал, но и за дворовыми постройками и скотиной. Хозяйки просили сурового духа позаботиться о наврожденных телятах и готовили ему угощения. В миску с парным молоком крошили хлеб, а потом это лакомство ставили у печки. Верили, что такая еда самая любимая у домового. А чтобы новорожденный теленок был крепок, здоров и не поддавался с глазу, протирали его полотенцем от хвоста к шее и приговаривали. Хозяин домовой, дедушка, возьми этого теленка в соседушке, сам не обижай и врагам в обиду не давай. Хорошего вам приплода до помощника домового, славяне! Братья-месяцы Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok